Вы, наверное, думаете, что этот тренд на бороды не может стать еще сильнее? Что ж, держитесь. Прошу прощения, что вас разочарую, но тренд на бороды только начинается. За последние 10 лет среднее значение, сколько раз мужчина бреется в неделю, упало с 3,7 до 3,2. До этого борода считалась непрофессиональным, а теперь это не так. Сегодня 10 стилей, которые следует знать. На 10 месте у нас исчезающая борода. Это такой стиль, когда борода смешивается и растворяется в прическе. В течение веков такие бороды приходили и уходили. А вот в последние 5 лет они попали в тренд. Что интересно насчет этой бороды, это где именно вы хотите, чтобы она начинала исчезать. Можно прямо тут, где виски, а можно опустить эту линию ниже. Не важно, где вы будете делать это исчезновение. Такой стиль бороды не для слабонервных. Ведь он требует большого внимания и ухода. То есть посещать вашего барбера минимум один раз в неделю. Этот стиль только будет набирать популярность. На 9 месте ухоженная щетина. Какая разница между щетиной и ухоженной щетиной? Щетина, это вы просто забыли побриться, это случайность. Ухоженную щетину вы всегда делаете намеренно. Вы всегда знаете, как вы хотите, чтобы ваша щетина выглядела. У вас есть стример, вы им задаете необходимую длину. Ранее у щетины были негативные ассоциации. Обычно это безработный, неухоженный мужчина. Такой образ часто используется в мультиках 30-х годов. В наше время, наоборот, щетина воспринимается как самая привлекательная борода. Поэтому, если вы хотите выглядеть привлекательно для девушек и не хотите заморачиваться насчет бороды, то ухоженная щетина – это то, что вам надо. На восьмом месте, и думаю, некоторым из вас не понравится, идут брусы. Что это такое? Представьте себе очень легкую бороду. Больше похоже на слегка заросшую щетину, а затем вы оставляете усы, чтобы они росли дальше. Как я и подразумевал, это очень нейтральный стиль. Кому-то это нравится, кто-то терпеть не может. Все зависит от того, насколько уверенно вы можете ее носить. Следующий стиль – Бентхольц. Стала популярна благодаря моему другу Эрику. Это такая же борода, как все другие стили, только она стабильно преодолевает отметку в 20 сантиметров. Что хорошего в такой бороде? Если вас не устраивает, как выглядит ваша челюсть или подбородок, то такая борода отлично подойдет, чтобы скрыть все эти нюансы. Также за ней не требуется большого ухода. Конечно, вам потребуется наносить на нее масла и расчесывать, но не надо будет постоянно работать триммером. Плохая сторона занимает больше года, чтобы отрастить такую бороду. Далее классический Ван Дайк или борода клином. Она входит и выходит из моды, начиная с 17 века. Был такой художник Ван Дайк, и он нарисовал короля Англии Карла Первого. У него как раз была именно такая борода. Этот стиль подхватили и начали повторять. Сегодня можно увидеть такую бороду у Кристиана Бейла и Дэвида Бекхэма. Преимущество такой бороды, она придает лицу форму очень просто и быстро. Если вам не нравится нижняя челюсть и ваше лицо очень округлое, то можете попробовать такую бороду. Плохая сторона Ван Дайка, она требует очень много ухода за собой. Поэтому хороший триммер поможет вам с этим стилем. Давайте поговорим о козлиной бородке. Это шикарный вариант для начинающих, потому что из нее выходит множество других подтипов. Такие подтипы подходят для мужчин, у которых щетина растет по-разному. Первый шаг, конечно, чтобы отрастить бороду, это надо просто дать возможность волосам расти. Это может быть трудно, особенно на шее и с боков. А вот козлиная бородка попроще, и можно легко попробовать отрастить такую. Поэтому вы просто не сбриваете эту зону одну неделю, две недели, третью, четвертую. И после четвертой недели у вас появится форма, которая выглядит как козлиная бородка. Результаты могут отличаться. Если у вас щетина плотная, то в итоге вы можете стать обладателем круглой бородки. Вы уже тогда принимаете решение, нравится ли вам такая борода, или стоит попробовать что-то другое. С другой стороны, если у вас редкая борода, то вы можете попробовать оставить эту бороду и довести ее до одного подтипа козлиной бородки, который лучше смотрится на редкой щетине. Это приводит нас к следующему стилю три в одном. У нас есть усы, бакенбарды и бородка. Она трудно растет, он старается отрастить бороду, а у него несколько остатков на щеках, пару волосинок на шее. И это выглядит не очень. Потому что он хочет сделать что-то, чтобы его лицо приобрело форму. Тогда такой стиль для него. Далее у нас идет стиль Гарибальди. Это полноценная борода, в которой видны усы и округлый подбородок. Это длинная борода, но не настолько длинная, как бывают другие стили. Обычно она не превышает длину в 20 сантиметров. Такая борода требует постоянного ухода, особенно в зоне подбородка, чтобы он оставался округлым. Что хорошего в такой бороде, она подходит практически под любой тип лица. На втором месте у нас формальная борода. Это такая борода, которая растет на всем лице, и она довольно короткая. Она тоже подходит практически к любому лицу. И именно эту бороду относят к профессионалам. Поэтому если вы выбираете себе стиль бороды, чтобы ходить в офис, то присмотритесь именно к этому типу. И на первом месте боксерская борода. Давайте по-быстрому объясню, почему именно эта борода на первом месте. Этот стиль входил в моду и выходил из моды последние 2000 лет. Серьезно. Такой стиль был любимой бородой у римских офицеров и императоров. Такой стиль бороды не требует плотной щетины, что уже хорошая новость для большинства мужчин. Так что через пару недель у вас уже есть результат. И даже если у вас борода растет островками, вы просто отпускаете бороду, где-то ее укорачиваете, и у вас уже на лице есть борода, которая делает свое дело. За такой бородой просто следить. Не надо ходить к барберу, берете триммеры, подстригаете, как вам надо. Что посмотреть дальше? Рекомендую это видео. 10 ароматов духов, от которых девушки без ума. Ребята, я провел исследование, мы выяснили, какие духи нравятся женщинам. Так что смотрите его.